Представьте себе, что у нас есть шахматная доска, а доску вращать нельзя, то есть шахматная доска, у вас здесь не вращаемая шахматная доска, и всего лишь здесь белая ладья и черная ладья, их нельзя ставить на одну клетку, разумеется. Вопрос, сколькими способами их можно поставить, чтобы они в пункте А били эту дружку, в пункте Б не били, по горизонтали и по вертикали. Сколькими способами можно поставить на шахматное поле белую и черную ладью, чтобы они били друг друга? Ровно 14 на 14, верно. 64 умножить на 14, а почему? А потому что мы первую ладью можем поставить куда угодно. Первую, это имеется в виду белую. Да. А черную мы можем в высавшихе 14 клеток, ведь как ладью не поставишь, она будет... Когда ладью ставите, то в этой горизонтали 7 клеток и в вертикали тоже 7. Ну то есть на ставите 14, это 7 плюс 7. Отлично. А что вы не имеете? 64 умножить на 49. А почему? А потому что у нас состоит не более 49. 7 минус 14, 7 минус 1. 7 на 7, да, 3 минус. Да, да, да. Спасибо. Потому что когда вы ставите ладью, то она вырезает одну горизонталь, одну вертикаль, поэтому фактически остается 7 вертикалей, 7 минус 1, то есть все равно 9 лет. Все понятно? Да. Замечательно. Столь же простая следующая задача. Белый и черный король доигрались до конца, остались только вдвоем. Феопартия закончена ничем. Как известно, по правилам жахмат, да, партия в этот момент объявляется ничем. Вопрос. Сколько таких позиций возможно? Когда на доске остались, до этого там было бурно, все развивалось, там много всего было. А не могут друг друга? Нет. Нет, конечно. По шахматным правилам короли не могут стоять в соседних по стороне или унутри. Итак, сколько в шахматах может быть последних позиций, когда объявляется ничья, где остались только два короля? Король, они заканчивают ничью, когда адресуете доску, чистая доска, да? Здесь? Да. Они заканчивают игру, когда внутри одной, вот король стоит вот здесь, они заканчивают игру, когда король находится вот вне этой зоны, вне зоны, а вне зоны, а вне зоны короля. Значит, у нас один король, предположим, белый, на котором у него 64 копия, сможет закрывать либо 9, либо 6, или 4 копия. Да, конечно. Следовательно, из этого мы можем его расположить в 64-х вариантах, где у него он будет... А, нет. Мы можем расположить в 36-ти вариантов, где он будет 9, при этом пить. В 24-х где он будет пить 6, и в 4-х вариантах, где он будет 4. И это все мы умножаем на 55. Ну, то есть 36-55-24-24... Чего 5-5? 55-64-9. И как он? Ручные. Варианты, когда он вот так вот оккупирует, это вариант, а иногда он 6 оккупирует, а это как-то 4. Слушайте. А вот эти числа, это 64-минус вот эти числа? Отлично. На любой из 36 полей, вот ни на крайнюю тут ставите, и там другого короля можно поставить на любой из 55. Понимаете, да? Угу.